Общественная палата Ненецкого округа организовала проверку мер по доступности условий проживания инвалидов в многоквартирных домах. Под прицел общественников попали два дома – деревяшка на улице Меншикова и многоквартирный дом на улице Тыковылка. Соответствует ли строение установленным нормам, расскажет Мария Владимирова. Я не помню, что здесь доводчик работает. Это работает? У нас есть требования по полупросекундному тайм-ауту, так называемому. С неудобствами в Наринмарских домах люди с ограниченными возможностями здоровья встречаются прямо с порога. Один из ярких примеров – строение по адресу Меншикова, 4. Виталий Хабаров о проблемах этого дома знает не понаслышке. Вы живете на втором этаже? Да. То есть здесь у нас есть требования как по углу наклона лестничного проема, так и, соответственно, по размещению поручни. Но, опять же, если чисто теоретически поручни мы здесь поставить можем, но, как правило, она обледенеет и так далее, и так далее, потому что подъезд неотапливаемый, да, значит, то уклон. Дверь закрывается быстрее, чем определено требованиями, и открывается она лишь в одну сторону, а положено в обе. На крыльце отсутствуют поручни, высота ступенек и порогов превышает нормативы. И это лишь часть несоответствий. Решением проблемы может быть исполнение постановления правительства. Специфика 649-го постановления правительства заключается в том, что она позволяет нам приспособить жилые помещения и общедомовое имущество тех домов, в которых у нас проживает инвалиды. То есть мы можем приспосабливать в рамках 649-го как государственный жилой фонд, так и муниципальный, так и частный, соответственно, жилой фонд. Однако соблюдать правила довольно сложно. Учитывая специфику жилых домов, провести до оборудования, например, установить дополнительные поручни в подъездах невозможно из-за малых площадей. А провести капремонт того, чего не существует, невозможно. На сегодняшний день необходимо сказать следующее, что мы работаем в рамках региональной программы капитального ремонта. И там определены конкретные виды работ, они установлены. Там, как таковых, нету работ, когда оборудование или реконструкция. Мы ремонтируем только, по сути, то общее имущество, которое, скажем так, срок эксплуатации у него истек. То есть мы восстанавливаем то, что разрушается в связи с эксплуатацией. Вопрос о приспособлении в рамках 649-го постановления, к сожалению, таких ни заявок, ни вопросов пока не возникало. Впрочем, в Нарьинмаре есть жилые дома, которые можно отнести к частично приспособленным. Они имеют пандус и необходимое количество перил. Однако над пандусами нет крыш, а это создает опасность во время таяния снега. Кроме того, домофон оказывается недосягаем для инвалида-колясочника. Оценив ситуацию, члены общественной палаты Нейнского округа предлагают кардинальное решение проблемы. Чисто технически, конечно, наш старый жилой фонд, который мы смотрели, переоборудовать его под те параметры, которые было заявлено, мне кажется, очень сложно. То есть речь, наверное, должна вести, что по переселению инвалидов более доступно, что делать. Мы подготовим обращение в органы соответствующие. Будем смотреть, как они будут исполняться. И те же постановления правительства, о которых мы сейчас говорили. Думаю, что все должно получиться. Соответствующие рейды по поручению общественной палаты Российской Федерации должны пройти во всех регионах страны до 20 февраля текущего года. Также в рамках данного рейда будет проведено анкетирование. Инвалиды, проживающие в многоквартирных домах Нейнского округа, получат специальные опросники, в которых им нужно будет дать ответы на несколько вопросов. Данные анкетирования будут рассмотрены уже в общественной палате Российской Федерации в марте текущего года на круглом столе. Телеканал Север